Окей. Проведем такое импранту интервью. Хорошо. Расскажите просто, как у вас появилась идея этого проекта? Идея проекта появилась, поскольку я до этого уже успела сделать еще два проекта в таком же ключе, посвященный музыке Листа и Баха. А первоначально соединить три различные виды деятельности произошло совершенно спонтанно, но я с детства занималась написанием стихов и рисунком, и немного пастелью, и немного маслом, и чем только я все это не делал. Но эти все занятия, они были каждый сам по себе. Мне было 9 лет вышел первый сборник моих стихов и рисунков, потом был второй, когда мне было 12, потом был третий, когда мне было 16. Но они как бы к моей музыкальной пистической деятельности никак не были. А потом я как-то стала вдохновляться очень примерами, ну, например, Святослав Рихтер, который потрясающе рисовал пастелью сухой. Я их крайне знал, кстати. Мендельсон Феликс, который фантастически владел акварелью, то есть его пейзажи и его вот такая вот... В основном он природу рисовал потрясающе совершенно. Я как-то стала вдохновляться и подумала, ой, как здорово они и то успевали, и то не успевали, и все это вместе. Но у них были какие-то тематические серии. И я в какой-то момент подумала, что почему бы не сделать такой проект, где вот картины сделать к произведениям листа. Я начала делать картины, потом мне пришли в голову какие-то стихи, и в результате получился такой проект. Я 12 трансцендентным этюдом сначала сделала. 12 картин, только черно-белая, без цвета. И 12 картин. Через год у меня был... Через два года у меня был другой проект, без стихов, только картины. Я рисовала 24 картинок к первому тому ХТК. В Бахе. А, окей. Ась, давайте так, попробуем чуть-чуть медленнее, потому что вы когда говорите быстро, концовки съедаются. Я вот сейчас, кстати, я открою маленький такой тоже профессиональный секрет. Я сейчас занимаюсь по воскресеньям с группой, с Рустемом Галичем. Не знаю, знаете вы его или нет. Он прекрасный чтец, дипломатор стихов, он знает. Он может огромное количество стихов на память. Он читал Демона, полностью делал спектакль. Да, тоже с картинами, с музыкой, с танцорами, с балетом и так далее. Но он нас учит, как говорить правильно. Да, на сцене. Потому что мне приходится, например, когда я начинаю концерты, рассказывать об артистах. Сейчас я начал вести интервью. Не знаю, если вы видели мой канал. Darts Connector. Там есть несколько интервью, которые я брал у различных артистов. И вот это как-то постепенно становится одним из тех людей. Я как-то привыкла больше до сцене, когда со сцены, с аудиторией разговариваешь. Особенно так получилось, что до переезда в Америку в Россию у меня редко были ситуации, когда я разговаривала с аудиторией, со сцены. Но как-то так не было. Не принято. Не было принято. И как-то, ну, буквально два-три раза у меня было. А в Америке же совершенно по-другому. И я, собственно, научилась этому уже, когда приехала сюда. А как часто вам… Я извиняюсь. А как часто… Это, кстати, один из моментов, который я всегда… Мне это интересно у разных артистов. Потому что я сколько видел концертов, когда очень хорошие, сильные пианисты или музыканты, они приходят, они садятся, они отыгрывают свое произведение. Великолепно играют. Никаких слов нет. И встают, и молча уходят. Ну, как сказать, традиционно, ну, по крайней мере, когда я росла в России, да, такого понятия, как разговаривающий исполнитель, в общем-то, не было, да. Конферансье, который выросил, мог сказать там, исполняется фантазия Шопена. Ну да, совершенно верно, да. 49-е. Или ноль. Да, мы выходили, могла, играли и выходили. А здесь… Я помню, у меня был барьер. То есть, вот это же переключение деятельности, ты настроен на то, чтобы выйти и играть. А тут нужно идти и разговаривать. Например, разговаривать… Чуть-чуть медленнее у вас прерывается, да. Как-то себя проявлять и улыбаться и так далее, и так далее. Я этому научилась здесь. И я привыкла… Ну, особенно по-английски, конечно, потому что по-русски я здесь практически никогда не разговариваю. По-английски, да, разговариваешь, выговариваешь все слова, оставляешь, чтобы всем все было понятно. А в повседневном таком разговоре, как… Ну, например, сейчас у нас с вами, да? Да. Ну, понятно, понятно, да. Опять-таки, я же говорю, это импромптует интервью. И действительно, это очень интересный этот вариант, этот момент. Я вам скажу, почему, может быть. В 2016-2017 годах я имел, в общем-то, счастье, можно сказать, и честь представлять Михаила Суменовича Казинника в Феоделфии. Казинника вместе с Славой Зубковым. Они жили у меня в доме, я им сделал три концерта первый раз, потом второй раз еще один, когда они приезжали в 2017-м. И меня просто потрясло вот то, как он общается с залом, как он берет публику, как он может сидеть, люди сидят и могут часами слушать, что он рассказывает, а потом еще играют. А потом еще прекрасно играют. Вот это как-то для меня дало как пример. Я всегда, теперь, когда я работаю с кем-то из артистов, обязательно спрашиваю, а вы говорите на сцене, а вы рассказываете о том, что это такое? Откуда это все? Почему? Что для вас это значит? Я могу сказать, что на этот вопрос я со своего опыта могу ответить, что не на каждой сцене бывает такое поведение уместно. Не все концертные организации приветствуют что-либо такое. Я, условно говоря, играла в определенных устоявшихся традициях определенной концертной серии. Играла в Чикаго, например, в какой-то концертной серии, которой уже почти сто лет, где ты сам ничего не говоришь, тебя объявляет диктор, ты в прямом эфире на радио, ты вышел, сыграл, поклонился, ушел. И даже тебе нельзя на бис. Как бы тебя публика не принимает, тебя предупреждают, что у нас на бис не играют. Или, например, в Карнеги Холл, например, выходишь с оркестром играть, понятно, ты не будешь там сидеть и рассказывать про что написано. От тебя этого не ожидают, от тебя выходят. Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда у тебя есть все карты. И чаще всего, конечно, когда это сольный концерт, и чаще всего, когда это более такие независимые организации, где нету, ну, какого-то такого, не дресс-кода, но определенного кода. Ну, понятно, да. Я с такими удовольствием, я сама себе удивляюсь, насколько от испуга и неуверенности, ой, господи, как же я сейчас буду говорить. И не то, что боялась публики, я не боялась публики, я волновалась, именно переключение деятельности меня больше всего смущало, что надо сначала сфокусироваться на том, что разговаривать надо с людьми, а потом сфокусироваться на своей игре. Мне сначала вот этот переход давался трудно, но он привыкл довольно быстро, и когда у меня есть возможность, я с огромным удовольствием рассказываю, показываю иногда даже. Два дня назад я ездила в Upper New York State, и там играла живой концерт для аудитории. Пусть там 30 человек в зал. Ну, понятно, да. И я там им рассказывала, там битхойные вариации определенные, там есть определенная своя история. Я им рассказывала, темы играла, кусочки какие-то поиграла, по отдельности рассказала, и потом уже играла подряд произведения. И, конечно, люди потом подходят и говорят, ой, спасибо вам, что нам это рассказали, показали нам, мы уже узнавали какие-то куски, да, и мы понимали… Ну вот это да, потому что сейчас восприятие музыки, оно очень действительно кусочками. где-то кто-то поймал, значит, плейлист на Spotify или на YouTube, оно крутится, он говорит, он тебе подсказывает каждый раз, вот ты должен слушать это, должен слушать это. А почему ты должен слушать это? А что это такое? Какие события связаны были? Почему человек написал? То есть это идет… Восприятие идет гораздо более поверхностное в музыке, чем оно могло бы быть и должно быть реально. Согласна абсолютно. Ну вот очень прекрасно, что у нас совпадает. Да, но с другой стороны есть целый ряд людей, которые считают ниже своего достоинства. Я типа здесь вышел поиграть… Асень, я с ними не работаю. Я вам сразу скажу. Я с ними не работаю, потому что опять-таки в этом отношении я считаю, что музыка действительно имеет возможность и способность сделать мир лучше гораздо, чем он есть сейчас. И успокоить людей, и снять это напряжение, и дать возможность как-то задуматься о том, что есть не только семиминутные какие-то политические проблемы, что ты не принадлежишь, например, к племени Трамплиеров или к племени Байдуинов. А ты человек, который, в общем-то, живет на одной планете с Шейковским, с Бахом, с Бетховеном, с Шнитке и другими великими композиторами, композиторами, поэтами, художниками и так далее. Без этого человек неполноценен. Да. Хорошо. Такую вещь. Вы преподаете? Я преподаю сейчас частно. У меня был период длительный, когда я заканчивала свою докторскую степень. Ну, собственно, занималась этим в Майами. Я была ассистентом там у своего профессора. Потом я стала довольно много ездить. И, в общем, кто-то говорит, надо все-таки академическую карьеру начинать делать. Но я пока была не готова. Но сейчас, пандемия, видимо, начнем делать академическую карьеру. Ну, пока вы начнете делать, пандемия закончится. Я очень люблю преподавать, потому что это совершенно отдельный тип деятельности для музыканта, который, преподавая, растет сам тоже. Потому что, когда нужно разным людям объяснить что-то с разных точек зрения, а иногда бывает объяснить, человек не понимает, нужно найти способ как по-другому объяснить то же самое. А пока думаешь, как объяснить, еще сам чего-то находишь, чего-то додумываешь. Поэтому я очень люблю преподавательскую деятельность. Никогда не пропуская возможности, когда меня просят дать мастер-класс или дать частный урок, я всегда помогу. Ну вот, вот есть как раз, я, кстати, вы когда говорили о том, что, когда ты начинаешь рассказывать о том, что ты делаешь, преподаешь что-то, действительно возникает другое понятие, другое. Я, я же говорю, я на своей основной работе, у нас сейчас пришел новый сотрудник в нашу группу. Мне нужно научить его тому, что происходит. Объяснить, рассказать. И вот я, когда начинаю, ну, сама работа очень скучная, откровенно. Очень скучная, однообразная, в таком темном, высшительном зале, где ни окон, ни дверей, ничего. Вот. Но я, когда начал рассказывать, я начал объяснять, что к чему, откуда это идет, что это дает, что это дает людям, какое влияние это оказывает на бизнес, какое влияние оказывает на людей, у человека вот такие глаза стали. Ну, конечно. Елки, действительно, что-то, что-то действительно. И он говорит, о, у меня, значит, там лампочка включилась в голове, я наконец-то понял, что к чему. Да, даже интересную долги привел. Ну, вот даже когда человек туалет чистит, да, извиняюсь за такое. Если он понимает, для чего он это делает, то ему гораздо легче это делать. Да, пожалуйста. И вот в плане образования у меня сейчас есть такой вот интересный, интересный проект. Моя знакомая делает такой проект, называется «Школа добра». И, в принципе, идея… Давайте, скажем, я сделаю отступление. Опять, Михаил Семенович Казинник, я не знаю, знакомы ли вы с его системой волнового обучения? Волнового обучения нет. Нет, он очень… В последнее время он очень часто это… Он очень часто ставит видео, именно связанное с пропагандой. Он делает большие семинары, значит, и показывает… То есть, в принципе, идея очень простая. Когда ты берешь какое-то слово, какое-то понятие, яблоко, например, да, и это яблоко потом обыгрываешь с точки зрения разных наук. Яблоко с точки зрения биологии, яблоко с точки зрения физики, яблоко с точки зрения языка, яблоко с точки зрения поэзии, художественные произведения, музыка написанная. Ну и так далее, и так далее. То есть, таким образом включается ассоциативное мышление, и ребенку становится гораздо интереснее, гораздо более вовлечен. Есть такой педагог в Санкт-Петербурге, Валярский, который делает этическую педагогику. Я его видел только первый раз на прошлой неделе, интереснейший человек. Моя знакомая объединила метод Казимика с методом Валявского, и плюс добавила еще метод Лозанова. Это как когда, вы немножко моложе, как когда я закончил еще школу, когда была первая волна эмиграции из Советского Союза. Были эти курсы молодого эмигранта, как их называли. И на этих курсах учили английскому языку по методу Лозанова. Георгий Лозанов – болгарский педагог, который изобрел вот этот способ очень быстрого изучения иностранного языка. И вот она как-то скомпоновала все эти три направления и вот дает сейчас, разработала методику. И вот именно методика – это та, что образование должно быть базировано на культуре, на искусстве. Искусство должно быть первичным. Не after school, как говорят американцы, программы, а в основе образования. Тогда вокруг этого можно строить уже все остальное. Математику можно изучать через музыкальные ноты. Физику можно изучать через… Как работает, например, скрипка или рояль. Или художник. Ну и так далее, и так далее. То есть вариантов очень много. Было бы вам интересно сделать тоже мастер-класс такой школы? Я с удовольствием, я… Меня мама, вопреки вою бабушек и дедушек, теть и дядь, и все их же с ними, не отдала ни в детский сад, ни в начальную школу. Я в школу пошла уже в четвертый класс только. Я была на домашнем образовании. Мама в ужасе смотрела на всякие буквари, где была там мама мыла раму и там все вот эти… И я пришла… Моим, так сказать, ежедневным уроком русского языка было то, что я брала стихотворение какого-нибудь выдающего еще русского поэта и просто его переписывала из книжки в тетрадь. И потом нужно было мне там понять, где там сказуемые, подлежащие и так далее. Но весь этот вот поток, как язык идет и разничается, как он идет там у Анинского, как он идет у Ходосеевича, как он идет у Маяковского, как он идет у Мандельштама, как он идет у Бросского и как люди пользуются языком. Это я вот буквально с 5-6 лет несколько лет потратила в такой вот работе. И для меня это стало базой на всю оставшуюся мою жизнь. Вот сколько всего я за счет этого узнала и как я никогда не боялась из-за этого вообще стихотворного слога, потому что очень много людей же, они испытывают неловкость, я не знаю с какого боку подойти к поэзии, поэтому им трудно читать того же демона, например, или им трудно читать что-либо, что имеет ритм, потому что для них это чуждая вещь, они к ней не привыкли. Почему это мы вдруг разговариваем в ритме, с рифмами и так далее, и так далее. Это неестественная вещь, потому что они к ней не привыкли. А для меня, наоборот, совершенно порядки вещей. То же самое, родители коллекционировали всегда каталоги художественных музеев, у нас всегда были всякие разные альбомы разных художников, и я эти альбомы увидела еще раньше со всем грудным ребенком, чем у меня появились первые детские официальные книжки с картинками. Поэтому то, что вы рассказываете, да, у меня, моя мама, хотя она, я точно знаю, она не основывалась ни на каких системах, она это как-то вот интуитивно сама придумала, но у меня была очень похожая ситуация, когда я росла, и я вот сейчас постепенно уже прихожу к мысли, что, наверное, скоро у меня появятся мои собственные дети. Я думаю, что мне нужно обязательно тоже каким-то образом воспроизвести эту модель, потому что она на меня оказала колоссальное влияние. Ну, отлично, отлично. Значит, я думаю, что я вас познакомлю, и будет, кажется, удачно. Видно, что это, в общем-то, эта мысль, эта идея, она дает действительно очень хороший результат. Какие у вас ближайшие планы? В ближайших планов у меня несколько транскрипций моих новых, которые я недавно закончила, которые я сейчас готовлю к записи. У меня будет еще несколько таких записей до конца сейчасшнего года. В начале... Это хорошо прозвучало. В начале января я должна ехать во Флориду, и у меня там пока еще висят три концерта, которые еще и пока не отменились живые, с программами четырьмя этюдами Листа. И вот я сижу и смотрю, что из этого получится. Вы сейчас в Бостоне, правильно? Есть человек под Бостоном, да. Понятно. Ну, хорошо, Ась. Это было очень хорошо, получилось такое, опять-таки, импровизированное интервью. И очень, я считаю, удачное. Если вы не возражаете, я его записал, я его просто поставлю на YouTube и на свой канал личный. Да, и я его, значит, последнее я буду делать сегодня, может быть, сегодня, вернее, имейл для русскоязычной публики, именно на русском, потому что девочки делали все на английском. Я включу этот наш разговор, наш это вот просто так. Все, до встречи, до связи. Спасибо большое. Спасибо большое. Счастливо. 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 Спасибо. Спасибо.